В данном видео расскажу, что нового вопунта 23.10, релиз который состоялся 13 октября 2023 года. По умолчанию выбирается минимальная установка, но доступна также и полная установка. Также теперь можно использовать файловую систему ZFS и включить полное шифрование диска при помощи TPM. Соответственно требуется поддержка TPM версии 2. Продолжение следует... На данный момент доступна только старая версия установщика, а новая версия установщика появится через неделю. Используется GNOME версии 45, а это значит то, что доступны визуальные и конфигурационные изменения. Например, система выглядит следующим образом. А в левом верхнем углу можно переключаться между рабочими пространствами при помощи колесико мышек. Доступны следующие настройки. И следующие фаны для рабочего стола. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Система потребляет 1,4 гигабайта оперативной памяти. Также обновился центр приложений. Причем полностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как можно увидеть, это первая альфа-версия. Центр приложений. Соответственно была обновлена версия System-D, версия Netplan, он используется в качестве бэкэнда у Network Manager. Обновлены GCC, Python, Perl, LLVM, Rust, OpenGTK, .NET и Golang. Используется ядро версии 6.5, Firefox версии 118, Thunderbird версии 115, ну и LibreOffice версии 7.6.2. На этом обзор у пункта 23.10 совершен, до встречи в следующих видео.